Завершилась встреча Владимира Малахова и Ильи Илюшенко. Почти 7 часов играли гроссмейстеры. Завершили встречу в нищу. Краткий комментарий, пожалуйста. Владимир. Ну, можно сказать, что в самом начале мне казалось, что может я там немножко поддавливаю, самая малость. Потом как-то позиция обострилась, мне уже там что-то казалось, что ничего нет. Потом после конь Е5 вообще очень острая получилась игра, то есть на три результата. Где-то до контроля мне казалось, что у Черных может какая-то очень опасная атака, но там сикнот был, чтобы было разобраться или как-чего. Вроде я везде держался, я не видел, где-то какие-то проблемы. А после контроля уже казалось, что я там что-то могу попробовать. Но, опять же, нигде ни в один момент я не видел, чтобы там чего-то такого явного. Мне казалось, что, опять же, может быть, компьютер давно смеется, но мне казалось, что все более-менее логично. И кажется, что после контроля Илья отлично защищался. И, в принципе, ничья был совершенно закономерный результат. Илья? Да, партия развивалась так вот неторопливо. То есть оба противника в цикнот такой залезли и под сложную позицию. Там могло случиться все, что угодно. Но, опять-таки, тоже не видел, где мог бы сыграть лучше. В итоге как-то все стабилизировалось. И мне пришлось соскакивать. Я зимнул тычок Е6 пешкой. Пришлось соскакивать. И нашлась какая-то комбинация. Надо будет проверить. Но, мне кажется, она привела к ничьей. К крепости еще в конце. То есть, по ходу партии флаг переходил из рук в руки. Ну, так, мне кажется, у меня было мало времени. То есть, малое количество ходов, где я мог, если мог, конечно, чего-то добиться. А так, оставшись ходов 50, мне пришлось защищаться. Владимир, вы известны, собственно, тем, что можете играть долго, сильно, упорно. Илья, а у вас были подобные партии семичасовые? Да, был на аэрофлоте с Рязанцевым. И вот точно-точно все закончилось. Тоже конь и пешка против ладей и пешки. И тоже крепость удалось поставить черными. То есть, прям, похоже рисунок было. То есть, легкое дежавю. Да. Владимир, вам вопрос. Вы играли в Койковском 18 лет назад. Что-то изменилось за всего лишь два десятка лет? Здесь? Да. Ну, я, честно говоря, как-то с трудом помню, что было 18 лет назад, как бы, здесь конкретно. Ну, я пока еще не успел выйти посмотреть. Но я ничего, собственно говоря, не помню. А я помню, что вот 18 лет назад первая партия тоже была очень, у меня очень длинная. Тоже там переходило все из двух руки. Но там контроль был другой, там контроль был без добавления. В результате, в какой-то момент, играя с Александром Брещуком, там на флажках, естественно, такого мастодонта переиграть было невозможно. Вот тогда, в первом туре я проиграл. В этом туре я, как бы, в этом турнире я начал с ничьей, что уже, как бы, прогресс. По сравнению с тем, что было 18 лет назад. Илья, вы первый раз в Койковском, но вы, можно сказать, межный шахматист. Да. Югру представляете? Какие впечатления от поселка и организации турнира? В принципе, пока все нравится. То есть, еще, конечно, надо разведать обстановку, погулять по району. Более внимательно изучить. Осмотреться. Осмотреться, да. Ну так, пока все устраивает. Хорошо, спасибо и удачи в дальнейшем. Спасибо.